Продолжаем знакомство со Stable Diffusion и сегодня о том, как установить Stable Diffusion на ПК. Но сначала небольшой анонс. Я хочу плотно осветить тему Stable Diffusion, готовлю серию стримов и по такому поводу создал чат в телеге под названием Vovolomov Stable D. Ссылка в описании. Вступайте и побалдать, и поделиться промптами, и главное буду там анонсировать все выходящее и узнавать ваши потребности. Итак, Stable Diffusion это open source. Соответственно, сразу после выхода релиза стали появляться энтузиасты, которые создавали сборки для запуска Stable Diffusion на ПК. Автором одной из первых сборок был человек или группа лиц под ником automatic4e. Дистрибутив сборки есть на GitHub. Пока качаю и устанавливаю, расскажу про ограничения. Stable Diffusion работает на картах GeForce, причем из последних. По-моему, нижний порог 4 гигабайта. У меня 10, 70 и 8 гигов. Работает. Хорошо, но в принципе это ближе к нижнему пределу. Программа использует CUDA и пока непонятно, когда и сделают ли вообще поддержку AMD-карты. Есть возможность использовать для генерации мощности Google бесплатно, но об этом расскажу в последнем уроке. Вернемся к установке. Для установки вам ничего не нужно, просто скачать и разархивировать в любое место. Лучше, а может это необходимое условие, максимально близко к корню диска. У Automatic 4 единицы также есть непортативная сборка, более известная, просто потому что она появилась раньше. Там нужно дополнительно устанавливать Python и Git. В репозитории у него есть и сборка, и инструкции. В случае с портативной для установки вам нужно запустить RunBat. Но у меня эта сборка не заработала. Ну то есть установилась, первый раз запустилась, потом отказалась. Нельзя сказать, что провозился долго с ошибкой, но решения не нашел. Тем более, что была альтернатива, и о ней я сейчас расскажу. Принцип установки такой. Он начинает устанавливать, как только в папке с программой, то есть в той папке, где и RunBat появится папка модели, а в ней папка StableDiffusion, вам нужно будет туда положить какую-то рабочую модель. Модель выглядит вот так. Непосредственно это StableDiffusion версия 1.4. Она имеет расширение CKPT, чекпоинт. Про модели я расскажу обязательно. То есть у вас должно быть вот так. В папке StableDiffusion должна лежать модель, иначе в конце установки он скажет, что модель не обнаружена. Где брать модели? Вот ресурс называется Hugging Face. Тут вообще сообщество разработчиков, пользующих нейросети. Тут есть версия 1.5. В папке Download можете скачать CKPT или SafeTensors. Потом расскажу про разницу. Вообще лучше SafeTensors, но при первой установке качайте лучше CKPT от StableDiffusion. И лучше 1.5 или 1.4. Потом вы можете доставить любые модели и удалить ненужные. Он просто может что-то не увидеть и не распознать. У меня, например, он 2.0 не увидел при установке, а по понятным причинам я не проверил все косяки, которые могут вылезти при разных установках. Ну или ставьте, чего хотите, но если что-то пойдет не так, качайте 1.4. Тем более, что ее хвалят. И понятно, что споры про качество модели уже схожи со спорами про цвет платья. Но лично я имею модель 1.4 и большую часть генерю на ней. Не качайте тяжелые модели, они для другого. Модель StableDiffusion весит по 4 гига. Впоследствии вы будете встречать модели в два раза легче. Это нормально. А это модель 2.1, цензурированная. Значит, что ставил я? Я поставил вот эту сборку, ну точнее переработку сборки Automatic 4 единицы от Сергея Потапова и Качатура Аванесяна с ником Христ. Про последнего я обязательно расскажу впоследствии, но склонять его ник по падежам отказываюсь. Тут также есть инструкция, принцип установки такой же. Скачали код, запустили CMD. Единственное, в случае с этой версией вы автоматически перейдете на локальный хост в браузере, а в случае со сборкой от Automatic 4 единицы вам нужно будет скопировать этот адрес целиком с адресом порта, когда закончится установка, и вставить его в адресную строку браузера. Значит, установили, поработали, закрыли. В следующий раз вы запускаете StableDiffusion батником, который лежит в корне папки и называется WebUI User. В командной строке он вам рассказывает, что делает. Вещь полезная, особенно когда говорит об ошибках. Давайте, чтобы время не терять, пока запускается, расскажу, что тут есть. В папке Models лежат модели. Тема четвертого урока, а может пятого. Все фотографии, которые вы генерируете, лежат в Output. Он сортирует все по папкам в зависимости от того, что вы делали с изображением. Text to image, то есть изображение из текстового запроса. Давайте сразу договоримся, текстовый запрос — это промп. Image to image, изображение из изображения и так далее. Я, кстати, не помню, стоит ли у Automatic автосохранение по умолчанию. В этой версии автор немного пошаманил с настройками. Так что, простите, в дальнейшем буду рассказывать на примере этой. Что-то может не совпадать в мелочах. Собственно, что касается сборок. Насколько это безопасно? Ну, в принципе, 100% гарантии дать нельзя. Там есть исполняемые файлы. Понятно, что все под лупой просветили, но... Практически любая программа — это вопрос доверия. С Open Source — это вопрос доверия коллективному разуму. С проприетарным ПО одной конкретной корпорации. Я доверяю человеку с ником Христ. В последнем уроке объясню почему. Вы можете не доверять, ставьте Automatic 4 единицы. Или не ставьте ничего. Тогда вы точно в безопасности. С Automatic 1.1.1 гарантия 99%. Со сборкой от человека с ником Христ 99,8%. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов. И теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok